С 1 января текущего года в Башкирии вступил в силу закон, по которому дети, рожденные после 22 недель, считаются новорожденными. Детьми, которых также следует выхаживать. Напомню, до этого эта цифра была 28 недель. Дети, родившиеся после 22 недели, считались поздним выкидышем. Сейчас таких детей выхаживают, в том числе и в этом перитальном центре больницы номер 8. К сожалению, не все детки имеют вот такой вес, как вот этот малыш. Он доношенный, абсолютно здоровый, сытый, счастливый и готов общаться. Мы на сегодня не имеем права отставать от всех, поскольку 20 лет назад в руке у акушера-гинеколога была только деревянная трубочка, стетоскоп. Рождаются 7-6-5,5% деток, которые нуждаются в особом уходе, в особом кормлении, в особом наблюдении и лечении. Это недоношенные дети. В 22 недели весь мир считает, это полноправный гражданин, даже если он находится у мамы в животике. Функциональные системы плода практически зрелые. Вот именно с 22 недель уже сформирована почти структура головного мозга, можно заниматься выхаживанием этих деток. Принимается ребеночек в стерильный, теплый, обязательно должно быть тепло, получается жарко даже, должно быть очень тепло. И сразу он должен помещаться в инкубатор. Он не должен понять, что он родился. Вот как. Он не должен понять. Он должен быть так же тепло, комфортно. Поль, расскажи, как прошли твои роды? Ну, вообще хорошо. Как бы отлично все. То есть я думала, что будет все страшно, будет все ужасно. Нет, очень хорошо. Мне даже понравилось. Больно не было? Нет, больно не было. То есть ничего не ощущала. Анестезиолог со мной разговаривал. То есть это очень приятно. Как часто ты подходишь к ребенку? Как ты кормишь его? Ну, еще пока не приносили мне. Еще вот, да, вот. Одна – 2100, другая – 2600. То есть пока первая, вернее, вторая лежит в инкубаторе еще. Конечно, это очень дорогостоящая вещь. Дорогостоящая. Это требует массу оборудования, препараты, следящая аппаратура. Иногда аппараты искусственной вентиляции, жизнеобеспечения, инкубаторы, как вот этот малышок у нас лежит в инкубаторе. Но жизнь требует того.